Доброе утро всем! Мы встали. Так, сейчас. Я там машинку поставила стирать. Сейчас покажу вам. Она уже вообще постиралась. Я уже давно встала. Что-то мне не спится совсем. Такая у нас замечательная погода с утра. Сколько там градусов-то? Вот, в принципе. Что-то опять вся в пыли. 28 градусов. А время 9 часов. В общем, пойду сейчас я завтракать. И повешу стираль и стиралку вещи наверху. Ой, выключить надо вот этот от комаров. Вот все, они жрут. Прям сожрались, смотрите. Надо беречься. Смотрите, какой телефон у мужа был. Триндец капец. Он вот любит вот такие чехлы. Вчера полночи занималась этими дурацкими телефонами. Но все, разобралась. Нет, у него тут денег не спрятал. А вот пришлось скачивать приложение. Почему-то через кабель не переходила информация. Вот. Радость пришла к маме. И пришлось скачивать приложение. В общем, самой допетривать. Но у меня все получилось. Перенесла одну информацию с телефона на другую. В общем, все замечательно. Он даже не понял, что телефон поменялся. Но они одинаковые. Самсунги-то. А вот так, что он сегодня пошел с новым телефоном. Вот. Он думает, что там батарейка будет на неделю. Знаете, как старый телефон и зарядил, и все. Вот. А то же самое батарейку. Нужно постоянно подзаряжать телефон, если ты им часто пользуешься. Такая сладкость. Ну, что ты так лежал красиво? Да. Ты так лежал красиво? Животик свой растопырил. Животик. Животик. Так, ладно. Пошла я белье вешать и завтракать. Еще просит. Просит. Почесать его. Почесать. Вот тебе и говоришь, собаки. Самые умные животные в мире. Самые-самые умные. Это вообще, я не знаю, даже разговаривать не надо. Они все своими жестами всем покажут. Чего, почем и как. Чего, непонятно, что хочет, чтобы его чесали. Все же понятно, зачем ему что-то говорить. Почесли. Причем, когда я начинаю на него ругаться, он лезет целоваться. И потом все желания ругаться на него у меня отпадают. А еще мужу постоянно говорю, учись, говорю. У собаки. А жизнь как у собаки. А глаз как у горла. Вышла прогуляться на нашем пятачке. Смотрите, какая грязь от этих деревьев. Ужас. И тут вот товарищи алкоголики собираются. Тоже от них мусора много. Я тут с маской, с водой, со всеми делами, со всей артиллерией. В общем, какие у нас планы на сегодня? На сегодня у нас следующие планы. Сейчас. У нас просто с сегодняшнего дня маски обязательны везде. Вот. Но у нас тут полиции нету. Людей нету. Поэтому как бы пускай в сумке лежит. Кого я тут заражу? Кто меня здесь заразит? Так. В общем, дня три назад. Мои подруги. Ну, у наших друзей общих. Вы их видели много раз. Ну, не много, а несколько раз в моих видео. Карлос и Вика. А вот есть у них сын Карлушка тоже. В общем, у нее, у мужа случилась беда. В общем, у него получился такой вот инфаркт. Три дня назад. Это вот тоже, знаете, относится к тому, что, типа, говорят, кроме коронавируса сейчас не существуют никакие болезни. Существуют. Все болезни, которые были до короны, и сейчас они все есть. Что очень, как говорится, не очень радостно. Ну, и вот ночью у нее случился у мужа инфаркт. Она вызвала скорую. Вот, приехала скорая. Увезли в нашу больницу его. А потом на вертолете переправили в Гранаду. Ну, Гранада – это как областной центр. На вертолете, представляете, перевезли. Вот. И так как раньше у нас в больницах можно с больными было даже чуть ли не жить. У меня когда муж сильно болел, я с ним уже много лет назад, я с ним чуть ли не жила в больнице. Там есть такие раскладные кресла, где можно спать, где я спала. А сейчас вот, ну, потому что пандемия в мире и все такое, то есть визиты, конечно, сократили. Вот. И там только можно полчаса побыть с больным. И вот там как-то она выкручивалась. А сейчас и вчера, говорит, что-то я ей позвонила. У меня вчера еще и день рождения был, представляете, подарочек какой. Сейчас. Ну, в общем, я позвонила поздравить, узнать, что, почему и как. И предложила, ну, как, свою помощь, да, если вдруг что понадобится там. Вот, отвезти, привезти куда-то или еще что-то. И вот она вчера мне звонит и говорит, что сегодня некому ей отвезти, ее отвезти туда в Гранаду. Вот. И не могла бы я ее отвезти. Там полчаса всего висит. А больница находится напротив торгового центра Невады. В общем, все дороги ведут только туда. И я такая говорю, ну, ладно. Она, представляете, у нее есть права, есть машина. Но у них всю жизнь была машина-автомат. И она всю жизнь ездила на автомате. А тут они вдруг купили механику. И она разучилась, в общем, ездить на машине. И вот, говорит, как раз практику брала перед этим всем. Не совсем много практики взяла. В общем, не умеет ездить на машине. Я говорю, ну, ладно. У меня по понедельникам уже сложилась традиция ездить в Неваду. Я говорю, я тебя отвезу. Потом сама поеду в Неваду. Я хочу в Лерой Мерлин зайти. Купить полочку в ванную. Вот. А ты потом приедешь туда. Там всего одна остановка на метро. И там потом встретимся, чтобы мне на машине не крутиться туда-сюда. Встретимся и, говорю, поедем назад. Так что вот такие вот у нас планы на сегодня. Вот в 11.30 сейчас поеду заправлюсь. Мне же вчера весь бензин из тратили. Но они мне дали денежку, чтобы я заправилась. Поэтому нужно заправиться и поедем. Их путь дорожка. Так что вот такие вот у нас планы на день. Конечно, время не очень удобное, потому что как бы время будет обеденное. А мы будем там, а мне не хочется там есть. Может быть, салат какой-нибудь в Меркадоне куплю. И там его поем. Посмотрим. Че, почем и как. По обстоятельствам, скажем так. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Ну, в общем, как-то так. Я поехала на шопинг. Моя любимая юбочка. Маленькая юбочка. Ленточка в косе. Кто не знает юбочку. Ксюшу знают семь. Я уже приехала в магазин. Вику оставила. Ну, там находятся все эти больницы, воспитали. Буквально дорогу перейти и все. А я сейчас иду в Лерой Мерлин. Хочу полочки посмотреть в ванную. Вот. И, ну, и так путлякаться. Потому что одежда никакая не нужна. Ну, короче, все равно зайду в Ачиндэ. Ну, в общем, посмотрим, сколько она там будет находиться. И она говорит, что ты так быстро заехала. Доехала. Я говорю, я как пчела. Я быстро лечу. Надо руки обрабатывать. В общем, у нее прием. Можно в час заходить. А мы приехали пол первого. Так что у меня есть рель. Так, что мне полочки надо? Здесь большой Лерой Мерлин. У нас в городе тоже он есть. Но он там маленький. А здесь большой. И можно поблокаться. Так что буду сейчас ходить и смотреть, что почем. Так, где-то все есть, надо найти только. В общем, тут, смотрите, много всего. Оно, на сумку через... Я вот такие не хочу. У меня вот такие были штуки. Они сразу окислились. И такая херня получилась. Прямо ржавая. Вот такие вот у меня была. Она вся ржавая стоит. Сейчас на балконе стоит. А вот тут такие же есть, только пластиковые. Смотрите. Но пластиковые тоже не хочу. В общем, они потому что... Не знаю. Я хочу что-нибудь. Стекло тоже не хочу. Я как представила, что расколется или еще что-то. Тут рингетс-капец будет. А пластик, он всегда его легко вымыть. Побрызгать разными этими. И все будет зашибись. На липучках. Я вот купила на липучках. Ни хера ничего не держится. Все отваливается. Так что вот смотрю, какой-нибудь не знаю. Видите тоже вот этот хуйня. Ой, простите. Херня на липучке. Да, иногда у меня это выскальзывает. Деревенщина. Никуда от нее не денешься. Надо стараться. Кстати, вот тоже неинтересная штука, да. Но боюсь, что вот сюда. Хотя, какая вода туда будет попадать, если она же достается, ее тоже хорошо можно промыть. В общем, прикольно, да. Может мне вот такую вот взять. Слушайте, вот она крепится. Но это не все прикрепит, конечно. А вот тут открытая есть. Сейчас посмотрим. И сюда. Так, надо все это подвинуть вот так вот, чтобы посмотреть, как это все. А, ну смотрите, как прикольно открывается. Туда можно всякие бритвы кинуть. Еще что-то, да. Так, она отваливается. Да, слушайте, я, наверное, вот такую возьму. Да, и классно будет. И главное, пластик. Чтоб ничего не собиралось, побрызгал, брызгалкой, и все хорошо. Стоит 13 евро. В общем, и дешево, и сердито. Так, пишите в комментариях, что вы можете об этом подумать. Вот это вот сразу откладывается. Красиво, конечно, все. Но потом все это окисляется. И получается фигня на пластном масле. Так что. А больше что-то такого. Ну, все, видите, металлическое. Не хочу металлическое. Не хочу, не буду. Может, даже, знаете, что еще посмотрю? Шторочку. О, кстати, их тут дофига и больше. 15 евро. Смотрите, какая. 16 евро. Прямо, прям хоть в спальню вешай. Прикольные. Классные. Разные шторочки. Интересные. Это, хотя, можно и в китайском купить намного дешевле. Но буду смотреть. Вот. А теперь я иду, естественно, в цвета. Что-то тут совсем беда. Мне кажется, раньше их было намного больше. Взяла вот этот уголок. Куплю. Что-то совсем нет цветов. Хотела что-нибудь интересное посмотреть. Что это такое? Что это такое? Даже не знаю, что это такое-то. Ой, клубничка. Смотрите. Клубничка вот я бы приобрела. Интересно. Что тут еще есть? Ну, это уже такие большие зель. А это что за беда? А, это бананы. Бананы. 12 евро бананы стоят. Кому надо. Вот этот у меня тоже цветок. Беда с ним случилась. Ну, вообще без листьев остался. Одни усы. Может, от этого отойдет. Ой, кто-то клубнику не доел. Ел-ел, не доел. В общем, нету каких-то... Сейчас, наверное, не сезон цветов. Поэтому их нифига нету. Одни кактусы. Ой, кактус. И все. Ой, орхидеи. Смотрите, какие орхидеи. Почем они тут? Орхидеи 10 евро вот. А две? Две этих. Орхидеи. Смотрите, какие. Интересно. Девки пляшут. Может, что-нибудь найду себе. Дашь мне вот эти цветы нравятся. Ну, блин, 10 евро. Круто. Ты попал на теле. Тут какие-то пальмы. Вот это 12-20 пальма какая-то. Там что-то. Ой, смотрите. Это что это такое? Кокос, что ли? Да. Кокос. 14 евро. Вы видели когда-нибудь, как растет кокос? Вот, смотрите. Офигеть. Я никогда не видела, как растет кокос. Смотрите. Охренеть. Кокон. Ну, пальма. Офигеть. А тут персики уже падают. Персики. Ну, надо же. Офигеть. Кокос. Кокос. Я тут хожу в Примарке. Или Праймарк. Почтите, так и называйте. Смотрите, какие бамбуковые штучки. У меня таких вот две есть. Чуть 7 евро стоит. Классные, кстати. Тарелки вот такие вот тоже бамбуковые. Прикольные. Вот эти тоже 7 евро. Бокальчики. Мне почему-то нравится посуда бамбуковая. Я не знаю, почему. В общем, я тут шатаюсь. Вика мне позвонила, что она уже освободилась. Едет сюда. Ее там кто-то довезет. Вот. Но она там и хочет сыну посмотреть обувь какую-то. Поэтому я говорю, ну ты пошатайся. А потом это мне сообщишь. Смотрите, какая прическа. Вот. Говорю, пошатайся. Потом мне позвонишь. И встретимся. Время уже хотя 3 часа. А я как-то еще есть не хочу. Здесь, знаете, так хорошо гулять. Прохладно. Я, кстати, кое-что приобрела. Ну, естественно, как это я так уеду без всего. Такого не может быть. Вот. Потом сейчас вам дома все покажу. Кстати, немного народу, видите. Нормально. Так. Пойду. Пойду, пойду. Туда вот пойду. В нежное белье. Тянет, тянет. Тянет, тянет, тянет. Кстати, в примарке бывают скидки, но у них свой распорядок скидок. И вот сейчас почти ничего нет. Так, все дешево. Какие еще скидки? Вы знаете, у меня от маски, сейчас покажу. Вот тут вот уши болят, вот тут. И потом у меня начинается головная боль от этого. Так что вот надо уже идти в машину снимать ее к чертям. Где-то так у меня даже масочка росовая подходит под цвет. Что-то здесь ничего мне не нравится. Точнее, я нифига еще и не видела. Ну ладно, буду дальше гулять. Мы уже с Викой пошатались. Сейчас покушаем. Мы тут сели в вот таком месте. Салат заказали. Картошка. А ты что еще заказал себе? Даже не знаешь, что. В общем, будем лопать. Такой у нас салат. У нас с Викой одинаковый. У нее там какой-то бутербродик небольшой. А я с картошкой фри. Всем нам приятного аппетита. В общем, я себе беру коктейль молочный. Сейчас покажу. Марсовый какой-то. То есть Марс. Что-то обычного, знаете, молочного не было. Такого, чтобы вот, не знаю, самые обыкновенные дела. Десерт-то мне все равно нужен. Я уже дома и купила себе вот такое шикарное платье. Оно очень классное. И оно льняное. Это H&M. Не знаю, как у кого-то как звучит. H&M. В общем, оно суперское. Такое, знаете, прохладное. Сейчас оно в стирку, конечно, пойдет. Вот. Но прям мне оно очень нравится. А еще оно идет вот на пуговицах, как халат. Вот. Пояс такой вот. На поясе с кисточки вот такие вот есть. Но у меня больше всего понравилась цена. Цена. Смотрите, цена, значит, была изначально вот. Потом. Ну, я думала, что я буду покупать его за 15. Но купила я его с 12 евро. 12 евро. Пипец. Цены. Лин. Лин. Лен, короче. Что-то по-русски ничего не написано. А, смесовый лен какой-то. Что за лен такой смесовый, не знаю. Ну, на лето, мне кажется, шикардос. Такой прям классный. В общем, как халат. Мне очень понравилось. Ну, а остальное вот мужу чехол. Ему нравятся вот такие чехлы. На телефон. Вот. Обычный такой чехол. 10 евро стоил. Надо это все выпросить. Вот. Кепку он сказал, что захотел. Кепку джинсовую. Вообще любитель кепок. Для него, как и для меня, аксессуары сумки. Для него кепки. И вот. Тоже за 5 евро. Было 10. Стало 5. А, нет. Вру. За 2 евро я ее купила. Вот. Было 10. Стало 2. Я думала 5. А там 2. Я потом еще подумала, блин, надо было еще 2 взять. И все. А, ну и вот эту вот полочку. Потом мне ее надо, чтобы муж присобачил. Да. Счастье мое. Те мое счастье. Те моя любовь. Да. Да. Что-то этот цветок сохнет. То ли от жары, то ли от чего. Но он сырой. Может быть, наоборот, залила. В общем, я сегодня так устала. Потому что, знаете, пока Вика была в больнице, я путлякалась по центру торгового. Потом она пришла, тоже захотела попутляпаться. Я опять путлякалась по центру. В общем, путлякалась, путлякалась. Не-то путлякалась, устала. Сейчас столько комаров. Что-то не пойму. Прям комары летят со всех щелей. Не пойму, от чего и к чему. Прям вот тут вот меня парочку искусали. Сидит. Вот, отдыхает. Ну, там прохладно. Вот. Поэтому буду сейчас с вами прощаться. Привет, друзья. До завтра. Вот. На работе. Ну, все. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.